Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас возле ЖК Фамильный. Мы возле него и в нем были около 15 дней назад. Давайте посмотрим, что успели сделать за это время и посмотрим, какие там внутри квартиры интересные есть. Уже вы делаете, да, какой-то ремонт, Илья? Здравствуй. Ты сначала представься, да, как тебя зовут? Всем привет! Меня зовут Илья, компания Рейтинг Новостроек. Мы находимся у жилого комплекса Фамильный. Были здесь мы примерно дней 15 назад, и, если честно, за 15 дней я увидел прям колоссальные изменения, потому что здесь было просто все разрыто. Здесь были дикие котлованы, торчали трубы, торчали трубу подводки электрического. И на данный момент я уже был в подъездных группах, то есть, видишь, там уже можно посмотреть, как будет примерно выглядеть подъезд. Плитка нереально крутая в подъездах стоят. Я там сейчас сделаю, к сожалению, туда не попадем, в более уже готовый вариант. Зайдем, посмотрим, как это сделано. Что нравится? Нравится, во-первых, то, что это дом, который сдается, ну, грубо говоря, через полмесяца, потому что 31 мая застройщик высылал письма, что 31 мая был готовый дом. Что это почти готовый дом. Цены здесь демократичные по соотношению с другими стройками. Это центральный район города. От 63 примерно начинается здесь квадратный метр. И квартира, ну, примерно 2425-39-40 квадратных метров. Уже видим, как будут тротуары, как будет, в принципе. Давай. Пойдем внутрь. Ну, да, на данный момент сейчас это все отключим. Давай я сейчас представлю, что. На данный момент мы здесь делаем 4 квартиры, 2 на втором, одну, по-моему, на шестом и одну на шестнадцатом или четырнадцатом этаже. Зайдем во второй, чтобы высоко не подниматься. На лифтах я уже ездил, но лифты, правда, очень крутые, мне понравилось. Застройщик сроки сдачи по этому дому задержал. Ну, видимо, все силы сюда бросил, и он подходит к сдаче. Нас запустили до сдачи дома на ремонты. Ну, и пойдемте посмотрим, что получилось. Зашли мы туда примерно дней 10-12 назад. Пойдем. У нас, получается, смотри, именно пол лифтовой там, вот там. Но лестницы у нас пожарные с обратной стороны. Дома, и мы будем ходить, получается, через лестницы. Здесь вовсе уже идет работа, говорится, курим. О, и, кстати, смотри, я недавно брал у подписчиков интервью. Они вот в этом ЖК купили себе квартиру, уже несколько лет там живут. Не знаешь, кто это от ЖК строил, как они называются? Меркурий, что ли, или что это? Это Верстунин строил. Да, Верстунин, да, делал? Это вот, ну, он сейчас на данный момент апартаменты Кавказ строит. Кавказ 5 очередей построил, 5-й сейчас сдается. Показал себя с очень хорошей стороны. И, кстати, я вот с многими общался по качеству этого дома, никто не жаловал. Да, вот на первом этаже мои подписчики здесь живут. И в Мурманск, привет, если вы будете смотреть этот данный сюжет. Это дом, но мы рассказываем сейчас уже о... Да, тоже, смотри, все ограждения, получается, сняли. Здесь тоже была рассуха, уже все в тротуарной плиточке. В подъездах мы заходили, тоже был голый бетон. Сейчас уже положена плиточка. Ну, пойдем посмотрим, что это, получается, пожарный выход у нас. Тут помечены плитки, на которые нельзя наступать. Бедные плиточники, которые это сейчас делают. Ну, и вот в таком формате будут выложены лестницы. Я все снимать не буду, мы уже снимали. Видим, что, как бы, уже поинтереснее все выглядит. На втором этаже, в подъезде. Вот у нас две квартиры, один человек, 14-й, 13-й. Зашли мы, так же повторяюсь, примерно дней 10-12 назад. Здесь была выполнена небольшая перепланировочка. Если вы помните, мы снимали видео, когда мы заходили в эту пустую квартиру. Кстати, она уже продана. То здесь, получается, когда мы заходили, был вот такой большой коридор. Двизной проем у нас стоял. Ты так, я сказал, она уже продана. Она была на продаже, и мы ее уже продали. Да, мы ее уже продали. И ту квартиру, которая дешевле, тоже продали. И все продали. Все продали. Но здесь еще есть варианты. Очень пользуется спросом этот комплекс. Объясняю. Этих стерочек не было. Был большой коридор. Входной проем, ну, вот здесь, посередине, было принято решение, что мы его сдвинем вот сюда влево. И здесь, получается, у нас организовалась гардеробная зона. То есть, так же она не маленькая задеть. Посмотри. Уже сделан под потолочек. Да, уже наполовину выполнена шпаклевочная работа. Сейчас некоторые элементы сока будут шпаклевать еще на раз. Сделана вся электрика. У нас, получается, разведена уже до источников потребления. Розеток сделали максимально, мне кажется, много комфорта по желанию заказчика. В санузле выложена плитка. Санузел казался для меня очень маленьким, когда он уже в плитке. То есть, он довольно-таки приятный. Подобрали неплохую плитку на заказчике. Получается, ну, довольно-таки хорошо. Да, по распановочке. То, что, смотрите, зарезана левая плитка, зарезана правая плитка. И размещено плиткой, то есть, по центру. Здесь выведено уже под зеркало электрика. То есть, будет зеркало с подсветкой. Ванная у нас впилена, получается, в плитку. То есть, плитка садится уже сверху на нее. Вот здесь мы можем это видеть. То есть, молодцы, на самом деле. Вы подбирали ванну. Очень конструктивно, так можно сказать. Есть декоры. Декоры это вообще, на самом деле, геморрой. Потому что они по геометрии постоянно не попадают. И как человек, который немножко укладывал плитку, прикладывал в стену, могу сказать, что это самый большой геморрой, когда хотят декоры. На полу тоже можем обратить внимание, что от целой плитки идет. Нету там маленького порожка. Потому что многие халятят, чтобы не вырезаться по всей длине. Что еще могу обратить внимание? Здесь 90-й зарез сделан у нас. В принципе, ваши слова тут можно критиковать. Это под Женейным началом идет? Это или нет? Да, конечно. Так, вентиляция сделана. Все начинается с работы Женей. Все моменты. Так, ну все, идем дальше. Мне нравится, симпатично смотрите. Ничего, никаких таких ляпов в глаза не бросается. Это самое главное. Интересно, конечно, потом в конце будет посмотреть. Но я думаю, мы с вашими объемами нифига не увидим. Так, двигаемся дальше. Олеглику мы полностью переделали в этих двух квартирах. Что в одно, что в другое? Опять, там много будет разговоров о том, как правильно, неправильно. В данной квартире это Женино решение. Как показывает, пока практика, претензий нет. То есть, если бы дома не появлялись у людей, то было бы что-то переделано. Если что, пишите также в комментариях ваши варианты. Здесь я вижу, что входную дверь делали откосы. Откосы сделали с помощью гипса. Гипроком будем так говорить. Они будут 90 градусов, без просвета. Я, в принципе, когда делал откосы, я любитель откосов, на самом деле, делал точно так же. И здесь мы можем обратить внимание на то, что уголок у нас идет пластиковый. То есть, не металлический. На самом деле, спорить потом, какой лучше, какой хуже, абсолютно не стоит. Бывает, что металлический просто проступает, сквозь обои ржавчина. Чем удобнее работать. Да, то есть, на самом деле, я всегда использовал пластиковый. Ни разу не делал металлический. Здесь мы видим разводка воды. Сделано со щечками. Я так понимаю, что это будет все спрятано в шкафчик. Не знаю, почему такое именно решение. Наверное, чтобы лишних рючков не было в ванной комнате. Оно тоже, в принципе, имеет место быть. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Разгромите, Евгения, как вы можете. Здесь, не знаю, это технологическое отверстие какое-то. Честно, не знаю, почему это тык. Там сверху у нас вентиляция. Здесь просто можно комментировать. Да простят меня люди, которые будут жить. Просто здесь, не знаем, кто делал. Мы можем критиковать. Так, смотрим далее. Вот с этой стороны я вижу, что вот эта стена уже готова. Она уже отшпарклевана и отшкурена. Некоторые другие стены не готовы. В том числе мы можем видеть по откосам. И объясняю, почему здесь, допустим, сейчас нет никого. Вот вы видите, это мокрые пятна. Но что сейчас влажная погода только заканчивается. И есть технологические моменты, в которых должно это все просыхать. Ну вот, я думаю, видно, да, вот эти темные потемнения на стене. Здесь, разглядите, вокруг откосов. Это штукатургались откосы. И они до сих пор еще не высохнут. И стена вот настолько мокрая. То есть, получается, не знаю, будет или нет, вот до сюда доходит. Выходим на лоджию. Здесь все, кстати, лоджию, как-то, но вот здесь еще не финишка. Да, здесь вот не финишка. Ну, многие места именно из-за того, что оно просто не сохнет. Приходить там 5 секунд подмазать, он все высохнет. И потом уже, я так понимаю, будут основные массы затягивать. Вы даже видите, здесь под сплит-систему делали закладку. И вот она, мокрые пятна. То есть, не сохнет. Переделано, да, получается, подкрепление. Они под стену будут висеть. На стене тоже видите, что еще не финиш. То есть, видно. Единственную стену, которую мы пока, по-моему, нашли, которая уже финишная сделана. Это, наверное, тоже. Идем далее. А тут более нечего смотреть, в принципе, перепланировка сделана. Ну, за 12 дней у нас сделана электрика. У нас выходит перепланировка. Стены почти все под финишную отделку уже сделаны. Светточечный будет, я смотрю, здесь люстра не предусмотрена. Уже сделаны потолочниками под эту точечную, под натяжку, закладные. Также на кухне уже можно посмотреть, где будут висеть телевизор. Вот, кушечки, я так понимаю, ребята сущили, да, как могли? Да, потому что дом, нам не в данном доме приходилось сработать. С водой, в принципе, не было. Это вот вы добавляли, да, и тут будет под телевизор, будет висеть и выключатель. И там, я так понимаю, небольшой холодильник или что-то будет стоять, да? Насколько я понимаю, надо вообще... Точно, точно надо влюбление в эти все моменты уточнять, потому что он распределял именно точки электрики с заказчиками. Пойдем, а вторую портеду зайдем? Пойдем посмотрим. То есть, мы туда еще не заходили, с вами это будет наш, так сказать, первый заход. Все, туда-думаю. Да будет цвет, сказал монтерки, перевязал провода. И здесь просто страшный ремонт. Ну, на самом деле, здесь такая же ситуация, просто все на стадии просыхания находится. Да, здесь у нас большой беспорядок, потому что здесь также было много перепланировок. И допланировок, как это сказать, еще по-правильному. Здесь еще на данный момент не трогалась электрика, стены все от штукатуры на застройщика. Прошу обратить внимание, как они штукатуры будут от застройщика. Ох, нет! Подожди, так вам соседи пытались пробиться? Откуда такая трещина? Ну, вот эти все моменты надо будет перештукатурировать. То есть, это придется отбивать штукатурку, получается, и заново делать. Потому что она отваливается, смотрите, то есть, видите, трещина. Это вот этот весь пласт может пахнуть вместе со стеной. Классно. Здесь было принято решение... Убрать лоджию. Убрать лоджию, да. На самом деле, это кухня. Но будет так, что это будет комната. И кухню мы будем переносить. Ну, как ты рассказывал, примерно, то сейчас мы уже по стенам увидимся. Нет, 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 это не в этой квартире. Никаких планировок у нас много. Здесь будет кухня, да. Именно в этой планировке будет кухня. И две комнаты, одна будет проходная там. Сейчас все объясню. Так, здесь мы видим, что-то грызут. Грызут. Вот тут скажи, Женя, что не совсем по уровню. Вот правая сторона грызется. Не по уровню, она будет по уровню в любом случае. Здесь также поставим жеробяр. И уже, получается, вы его вывели, чтобы показать утепление. Будет заутепляться стена. Да, начали заутеплять. И трассу под кондиционер вывели. Трубы какие-то лежат интересные, металлические. Это скорее всего застройщика. Застройщика подарок от застройщика. Так, здесь, смотрите, вода выведена. Вот, наверное, из этого так и сделано, что и на этой кухне тоже будет именно сделан дычок, то есть застройщик так предложил. Сейчас минут 20 закончу, и он набрал. Таких нету. И давайте зайдем в санузел пока. Или развлекаются с телефонами. Здесь, вот, смотрите, сделана стенка. Я очень, кстати, люблю, когда делается в ванных одного стена. Причем, кто-то бывает городят из гипсокартона, но это ни о чем. Он размокнет с любого гипсокартона со временем. Нет, конечно, однозначно надо делать. Блочную, либо кирпичную. То есть можно было сэкономить кирпичную, поставить, но это то, что здесь, я так понимаю, будет у них нет. Нет, здесь, вот, понимая, вот этот момент, не помню, вот здесь у нас будет раковина. Стиральная машинка там будет стоять. Вон, сброс под стиральную машинку, под воду, сделан. И, скорее всего, здесь будет засушить от змеевих, да, потому что, ну, как бы, мне кажется, ну, тесновато. Ему нет, тяжелее будет, чем теперь явно. Да, здесь у нас выводы под канализацию. Унитаз будет вот здесь стоять. Тут видно, что это санта трубалка, вот это туда у нас. Здесь получается у нас, вот это вот вопрос, это, скорее всего, под биде сделан, вывод. Там далее у нас под раковину угол будет она делаться. Ну, эту квартиру хозяева хотели оставить для себя, а ту, либо для гостей, либо для дачи. То есть, здесь мы, в наших будущих моментах, мы делали именно здесь кухонную зону, а там комнату, а здесь хозяева решили сделать две комнаты. Ну, проходная. Да, для меня это немножечко, как бы, я бы сделал здесь кухню, а там комнату, чтобы она не была не проходная. Как говорится, хозяин-барин. Естественно, с полик мы не стали. Переделывается отопление, добавлено здесь радиатор, я так понимаю. Вот так это выглядит. Да, я отрасли с ним. Сделан вывод под сплю систему. Он был на полу, здесь переделан на вывод под стену. Так, и вот так вот выглядит, отступлен маленький, вот этот, видите, аппендик, чтобы хорошо сделались, наличка на двери легла. Здесь у нас бедный монолит грызется. Бедный тот, кто его долбил, очень хочу сказать. Здесь будет висеть телевизор. Здесь тоже переделан вывод из стены. На самом деле, это небольших затрат стоит. Один раз и на всю жизнь, более стесня. Здесь, я понимаю, так под бран выдалбливается, будут проходные выключатели, скорее всего. И сверху будет бран. То есть, разметка сделана. Ну, такая получилась уютненькая спальня. Ну, да, мне кажется, все-таки, вот, поинтереснее там кухня. Ну, почему нет? То есть, зашел уже, тут закрылся. С другой стороны, ты тут спишь, знаешь, вот в чем плюсы? И там не будет слышно, как кто-то будет согреметь тарелками вдалеке. Тоже такой минус, да? И если, допустим, вдвоем здесь, ну, кто дольше спит в дальней комнате, если даже до двоих, а кто меньше, вот здесь уже можно. В общем, это семейные дела, как там разделиться. Какая-то здесь будет плитка. Это... Это... Пёрк-пёрк-пёрк-пёрк-пёрк-пёрк-пёрк-пёрк мне не очень нравится. Там, в самом деле, мне намного больше понравилась плитка. Хотя, эта квартира делается для себя. Ну, каждый под свой вкус. И что-то тоже выпиливаете. Эмпия мусору уже. Стоит уже можно посмотреть, как он будет смеситель. я кстати немножко понимаю строители которые делают сейчас тут то есть сначала делать ту квартиру и здесь склад а потом уже будут делать эту квартиру кстати будет получше все мы все посмотрели благодарю за экскурсию рейтингного строить и снова приходите снова обязательно как-нибудь придем просто их вы хрен поймаешь предлагаю встретиться через пару недель здесь посмотреть какие работы проделать еще через дай бог чтобы у нас получилось место боже хотели в соседний дом сходить там уже квартира сдана потом еще откуда куда в общем у нас уже подписчика ремонт готов сейчас кухню ждем то есть очень много вариантов надо сходить но не хватает немножко времени в общем все координаты ребят под видео сюжетом будут в первом комментарии закреплены благодаря дмитрию малахова ему тоже помощи спасибо и всем пока пока подписка там лайк пока пока